Меня зовут Евгений Мурачев, и я работаю фитнес-инструктором в тренажерном зале. Обычно я просыпаюсь в 5-6 утра, после чего выпиваю стаканчик водички, пью кофе и иду на работу. В мои обязанности входит составление программы питания и программы тренировок для людей. Они составляются, исходя из того, что какие цели у людей – похудеть, набрать мышечную массу или просто поддерживать свою форму в тонусе. Тянем локти вниз, лопатки сводим. Вверх отпускаем, лопатки приподнимаем. Стараемся с поясницей не работать. Только лопатками. Начинаем движение от лопаток. Раз. Растянулись, свели лопатки. Два. Помимо тренерства я еще занимаюсь фермерством, и поэтому в выходные дни я могу себе позволить проснуться чуть-чуть позже, это где-то в 7 утра, и заняться кормлением кроликов и выращиванием своей микрозелени. Так как после двух лет совместной жизни с женой я набрал очень большой вес, так как меня хотели откормить, чтобы я никуда дальше не ушел, именно поэтому я заметил, что я много набираю веса и понял, что надо приводить себя в порядок. И начал заниматься. Сначала начал бегать, потом кросс-хитом, постепенно перешел в бодибилдинг, и я понял, что я смог добиться хорошего результата сам, и понял, что в этой жизни моя миссия помочь людям привести свое тело в порядок, так как я знаю, как это делается. Я сам был толстым, я знал, как пройти все эти этапы, чтобы похудеть, с какими проблемами люди сталкиваются. Прошел обучение в университете и начал помогать людям, и очень много получает это удовольствие, так как вижу довольные лица людей и красивые фигуры. Моя работа очень важна и полезна, так как здесь я людям показываю, что они могут достигнуть результата, и когда человек достигает результата в тренажерном зале, он понимает, что и в жизни, если он будет систематически выполнять те действия, которые необходимы для достижения его цели, он добьется ее. Это вот как в тренажерном зале, так и в бизнесе, так и в учебе. А также я помогаю им привести их тело в порядок, и я вижу их радость и удовольствие от жизни. Я люблю свою работу, потому что она делает утро моей страны добрым.